Как известно, в Украине власть представлена тремя главными ветвями – законодательной, исполнительной и судовой. Каждая из них имеет свои институты реализации той самой власти, и юридически все они независимы друг от друга в своих компетенциях. В реальности так должно быть, однако, как показывает практика, это далеко не так, поскольку, как минимум, одна из ветвей власти является исполнительной, а не независимой по отношению к двум другим. Речь идет о судебной власти во всех ее проявлениях, вне зависимости от компетенции и статуса суда. Судебная система в Украине, будем откровенны, это огромная проблема, которая требует масштабного реформирования с иллюстрацией и, возможно, даже арестами. Цель любой судебной реформы – сделать суды, как и положено, независимыми и, в первую очередь, от политического давления. В Украине давно повелась традиция, что судебная система работает как флюгер, с одинаковым удовольствием и по фиксированному прайсу обслуживает любую власть, вне зависимости от политической ориентированности. Суды в Украине впору сравнивать с кварталами красных фонарей, которым не важно кто, главное, что с деньгами. Суд в Украине стал притчей во языцах не как институт, а как биржа, где каждый, у кого толще кошелек, тот и прав. Если вы слышали идеологизированное слово «реванш», которое все плотнее входит в обиход, то оно в основном ассоциируется с судами. Суд такой-то инстанции отменил то, суд другой инстанции отменил другое. За одиозными решениями суда просто не поспеваешь, а главное, не чувствуешь никакого объектива в их решениях. Вот как, к примеру, какой-то захолустный суд может отменить решение о декоммунизации общенациональной политики, на секундочку, «Проспекта Ватутина в Киеве» и переименовании его в «Проспект Степана Бондары». Кто наделил подобными полномочиями данный суд, чтобы решать подобные вопросы? И так во всем. Начиная от вопросов по задолженности кредитов и заканчивая проблемами государственного масштаба. Как так получается? Почему, условно говоря, решение одного суда районного пошиба важнее другого? А все просто. Вопрос денег. Нынешние украинские суды – это не про правосудие, это, грубо говоря, про оценку решений. Сегодня никого не удивить тем, что под разные прецеденты у каждого суда есть свой прайс. При этом внутри системы действует такая круговая порука, что «мама, не горюй!» И ни о какой справедливости или правосудии там речь не идет. Вы сомневаетесь? Так вот вам ряд взаимоисключающих примеров. С одной стороны, судья Зварич. Помните этого калядныка, который посевал свой кабинет миллионами долларов, вероятно, для того, чтобы водились деньги? Как вам масштабы судейской работы? И этот судья – только, как говорится, святая корова, которую закололи для демонстративного судебного процесса. Мелкая, грубо говоря, сошка, подобных которому сотни и тысячи. Представляете себе масштабы украинского правосудия, если только у отдельно взятого персонажа находят налом миллион долларов в кабинете, а таких судей, как Зварич, в Украине – не счесть. Есть и другой более радикальный харьковский пример, который сейчас сделали непоказным. Речь идет о физической, кровавой и жестокой расправе над семейством судей в Харькове, тоже наколядовавших миллионы, которые никому не пригодились. Потому что судейская работа в Украине – это не только деньги за нужное решение, но еще и своего рода ответственность, несовместимая с жизнью. Суды в Украине – это мафия. Причем в лучших традициях определения этого слова. В Украине действуют целые судейские династии, а правосудие превращено в выгодный и чрезвычайно прибыльный фэмили-бизнес. Вот вы видели скромно живущего судью. Даже в самом захолустье судья и его семейство – это мерило успеха, подоходам, владениям и авторитету. Вот такая у нас третья власть. Хотя в реальности все может быть по-другому. В люстрации нынешние судьи нуждаются не потому, что они тщеславные и зажравшиеся вершители судеб, а потому что они недооценивают потенциал судебной системы. Точнее, оценивают его только деньгами, что в корне неправильно и катастрофично для страны. Судейская братья в Украине при желании могла бы стать ключевым стержнем в вопросах государственности и правомощности. Судьи в стране хорошо научились работать в парадигме коррупции, во многом определяющем для Украины формате работы. При этом судьи совершенно забыли, что они олицетворяют власть по своим компетенциям, превосходящую другие ветви. Забыли, что суд – это не решалово кошельков, а инструмент внутренней политики и влияния. Суд – это не конкурс прислужников власти, какой бы она ни была. Суд – это и есть власть, так сказать, ее последняя инстанция. Сейчас вердикт украинского суда звучит не как приговор, а как насмешка. Но подумаешь, что Печерский суд постановил оставить договор о национализации привата в силе? Мы пойдем в Киевский хозсуд, и эти ребята отменят нам не только решение Печерского, а вообще вернут приват в пользование Коломойскому, который, пока вы там суетитесь, выведет из страны еще миллиард. Как можно доверять такой системе правосудия со взаимоисключающей работой? Реформировать эту гигантскую украинскую судебную клоаку практически нереально. Как можно мотивировать человека в мантии, занимающего должность судьи уже несколько лет, который хорошо прикормлен, работать в пределах своей компетенции. То есть кайфовать от власти, а не от бабла этой властью обеспеченным. Реформу, которую затеял и да, не реализовал Порошенко, что очень часто вменяют ему в вину. Понимают проблему, которую по сути нерешаема, только потому что судьи не хотят реформ, ведь реформы всегда плохо для судебного бизнеса, и Коломойский или какой-нибудь другой олигарх, вплоть до новоришей местечкового уровня, просто не дадут бабла на правосудие. Как вы думаете, есть ли у нас шанс исправить ситуацию с правосудием в Украине? Субтитры создавал DimaTorzok